Так, что у нас здесь? А здесь у нас вот так вот. Хоп, раз. Хоп, два. Страдайте. 29%. Мы же кризис большой. Тогда просто будем стрелять. Больше отравления. Все, всех потравили, всех поубивали. Красота. Ты вроде книгу в мини-волте поднял. Но у нас тут на самом деле особо много нового ничего нету. А, нет, есть. Learapid's Deconstruction есть, да. Заклинание земли. Довольно хорошая штука. Что еще? To keep us dance. Stone Arrow. Посвол. Во, посвол. Прекрасная вещь вообще. Да, посвол на всякий случай стоит изучить. Может помочь нам в какой-то тяжелой ситуации. Игнает учи. Игнает поездно ты имеешь в виду? Нет, Игнает поездно я учить не буду. Я бы гнишину выучил бы. Но, к сожалению, у нас его нету. Танкман говорит, я в очередной раз слился, так как поменял божество, а предыдущее застало меня врасплох. Не знаю, как нужно играть, чтобы вначале брать божество, так как от этого сплошной профит. Но, смотря кого брать, это раз. Во-вторых, многие говорят, что нужно сразу брать божество, потому что ты, даже если возьмешь не то божество, которое будет тебе идеально подходить, оно все равно тебе даст очень большую помощь и позволит, если ты раньше возьмешь, ну, быстрее получить пайти, соответственно, быстрее начать получать выгоду от этого. Просто вот такие соображения, ну, они как бы и приходят к выводу, что нужно брать божество как можно раньше. Зря говорит Ригун. Игнает поездно работает с токсиком Нура. Окей, 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 у нас девять спелслотов. Посвола я все-таки заучу, пожалуй, на всякий случай. То, что у нас очень много есть возможностей для того, чтобы наносить физический урон в мели, да и даже стреляя. Но возможностей для того, чтобы тактически отступать, у нас мало из-за того, что мы очень медленные. Поэтому любая дополнительная возможность отступления, она очень хороша. Бери Petrify Rapid Deconstruction. Я понимаю, есть комбы хорошие, но, к сожалению, количество спелслотов ограничено. Ну вот, все померли и так. То есть Игнает поездно не надо было совершенно. Просто всех поднимаем теперь. И вот у нас есть маленькая армия зомби. Каждый раз, когда я пытаюсь сдвинуться, кто-то сюда прибегает. Ну, неудивительно, с учетом того, что мы тут, видимо, шум понаделали. Убивали всех. Вот еще один появляется. Я не успеваю нажать кнопку О, ничего не происходит на экране. То есть у нас персонаж не двигается вообще ни на миллиметр. И просто вот очередной раз нажал О, и опять я не сдвинулся на миллиметр, потому что появился еще кто-то. Возможно, тот же самый, кстати. Говорят, потому что джампинг спайдера, они достаточно неприятные ребята. Но он там померл, в общем. Такие дела. Танк, он говорит, это более чем массово. Ну, окей. Ты даже в эльфятнике сможешь убивать магов быстро. Запомнил. Ух ты, джампующие спайдеры. Игнаичу. Хоп. И, ну, почти получилось. Давайте скажем так. Вот близко было. Но все равно не то. Ура, наконец-то я могу двигаться. Но нет, появляется еще один враг в поле зрения. Их слишком много. Ну, тут открытый уровень. Поэтому, на самом деле, это будет происходить постоянно. То есть, шанс не заметить кого-то на открытом уровне достаточно низкий. Да и нас заметят с огромной вероятностью. Просто стоит сделать шаг вправо-влево. Отравим. Убьем. Поднимем. И вот в таком вот темпе. Мара! Е-е-е-ей! Мара! У нее демонические три... Трезубец электричества. Давайте посмотрим на Мару. Она, скорее всего, очень опасная. Тихо. Х плюс. Ви. Да, Extremely Dangerous. У нее есть Pain, Bolt of Fire, Summon Illusion, Smart Summon и Blink. Вопрос, как ее быстро убить. У нее есть очень хороший Magic Resist. Просто шикарный. То есть, тут непонятно, как с ней разбираться с помощью магии. Наверное, никак. Иммун к негативщине. Резист к огню, к яду. Холоду, заметьте, нет резисту. Хитпоинт у нее 144. По идее, с ней нужно эвакуэйшенами разбираться. Ты зря насчет Игнайта так. Впрочем, без него тоже можно спокойно играть. Сетку на нее и копьем по башке, говорит некрофагист. Ну, тема. Вообще, сетка — это тема. Проблема в том, что я не знаю, что находится за ней еще там дальше. Микрофагист шарит. Ну-о-о. Если она быстрая. Вообще-то нет, она обычная. Конси Инвизибл из Интеллиджент. Хороший Мэджик Резист. Чем нужно вообще использовать против нее из наших спилов? Ровно счетом ничего. Например, Корона 6% имеет шанс всего. А Умара разве не копье? У нее копье, да. Пассача в Галабрия. У нее блинки есть, понимаете, в чем дело. Давайте попробуем пассачу в Галабрия. Скорее всего, не выйдет. Так, ну вот я к ней вплотную. Уже неплохо, да? Согласитесь. Круто. Бери в руки хлеб. Тоже тема. Чем теперь ее будем обрабатывать? Сетку по башке. Да, сетку, окей. Ну что у нас там партейшн? Дубль 2. Сработало. Но ненадолго. Сейчас она даст тебе жару, говорит Хурдес. Да, Мара вообще опасная тварь. Так. Какие у нас еще хорошие варианты есть? Ну, мы немножечко ее продамажили под сеткой. Правда, она, к сожалению, от нее вызблинкалась. Конфуз точь есть? Есть. Но у нее, к сожалению, очень хороший межик резист. Не, плюс 4, межик резиста. Хм. Что еще можно классно сделать? Можно фок, конечно, сделать, чтобы она не сильно блинкалась от нас и не видела нас. Давай арбалетом попробуем. Да можно попробовать. Можно даже отравленные дротики покидать, хоть у нее резист к яду есть. Это резист всего, это не мун. Ну, а фокс пишет чекай Яндекс. Спасибо тебе за поддержку. Чекну. Но сейчас нужно обязательно Мару победить сначала. Сдаться, но можно и начать новый трай. Сдавай из бокса пауканов. Можно, да. Бокс оф бист можно открыть. Вполне вариант. Но там, правда, не пауканы, но все равно. А, там пауканы. Да, это же типа Свиток Саммана, фактически. Насколько я понимаю. Понравить? Зеркало юзой. Зеркало хорошая идея, но мне тоже нравится. Но Мару умеет делать свои копии без этого. Может быть, Ванду фейсит? К сожалению, не достаем. Можем ли в нее выстрелить? Да, мы, в принципе, не можем стрелять. Нет, иммунитета к яду нету, конечно же. Но есть у нее резист к яду. Давайте попробуем разок-два кинуть вот эту вот... Так, а стопа. Это у нас что такое? Бьет по 24 дамага всего. Может, анимейтет дедов? Есть Toxic Radiance, Ignite Poison. Ну, как у нас, в общем. Шраду в Галабрия, все дела. Шраду в Галабрия, возможно, неплохой вариант будет, но не сейчас. Да я его давно заметил. Конечно, я знаю, что он тут... Я просто его пытаюсь игнорить. Я думаю, как его проигнорить? Клозлый Миссис Маа. Хм... Ну, не очень получилось. Я не понял, как она создала твою копию. С помощью заклинания. У нее есть заклинание, такой Ройгун. Она может копировать. У нее, типа, вот, в Phantom Mirror есть такая фигня. Я думаю, она сейчас скоро телепортнется. Да, она телепортнулась. Теперь добиваем... Кого? Все. Нужно продолжать пытаться ее травить. Так. Пробили. Хе-хе-хе-хе-хе. Что бы эволкнуть такого? Например, вот эта штука, она, насколько я знаю, не промахивается. У нее нет резисток к холоду. Так что, в принципе, ее можно ванду холод, наверное, бить даже. А, во! У нас же теперь можно кастануть ванду фейсет. Да. Вот так вот. Видите? Хопа! Ну, ты что, говорит, лети? У тебя что, чувствуете, самосохранения нет? Есть, есть. Но у меня есть обилки, которые позволяют эту ситуацию разрулить. Еще разок. Мне понравилось. Хорошо дело пошло. Вот. Отлично. К сожалению, у нас дживелинов нет. Вообще, они есть в подземелье? Нет. Дживелинов в подземелье нет. Но дживелины чем хороши? Тем, что их можно кидать сквозь. Они пролетают сквозь несколько целей. В принципе, какой-нибудь арбалец пенитрой тоже может быть. Да, вот у нас есть арбалест обычный. Не хендкрыз был, а обычный. Но если бы был бы арбалец пенитрой, можно было бы даже щит снять ради этого. Временно. Мара вообще при смерти. Надо ее добивать. Явно. Можно сделать шаг в сторону и попробовать в нее выстрелить из чего-то еще. Ну да, там званды, дезинтеграция, еще чего-то попробовать. В общем, делаем шаг в сторону. Да, нас отравили. Это нормально. С этим можно жить. Тут яд не сильный. Прыгни к ней уже, убей. Слоуч нужно сделать. Да. Давайте слоуч сделаем. Не, ну мы тогда своим зомби пробьем. А они сейчас временно хоггера отвлекают. Вот на нашу копию имеется в виду. Че еще и вокнуть-то можем? Ванна в дезинтегрэйшн. Насколько на нее? С каким шансом? С 11% шансом. Мало. Можно, безусловно, переключиться на арбалет и пытаться бить ее арбалетом. Тоже вариант. У нас есть бумеранги Dispersal, кстати, сейчас выбрано, да? Да. Давайте их и будем юзать. Отлично. Бумеранг of Dispersal hits Mara. Mara Blinks. А, это умер у нас кто? Это она и умерла, да? То есть она блинкнулась и после этого сдохла. Зомби не жалко, они тебя не убьют. Да ладно, видите, и так убили. Отлично все. В бумеранге есть и обычная у нас с собой. Не Dispersal. Хм. Carrot. А они точно есть? Да, 27 бумерангов обычно. Странно. Вот что можно еще выбросить, по идее. I'm feeling hungry. Окей. Может, сейчас Мару съедим. Там от нее труп остался. Нет, от нее трупа не осталось. Только демонический трезубец электричества. Не самая плохая штука. Я бы даже сказал, довольно годное оружие, но... А, у нас лучшим. Ну, ты просто потратил вещи, когда мог потратить по этих. Хз, говорит Рейгун. Ну, да. Отчасти ты прав. Но быть слишком жадным. Не тратить вещи. Такое себе. Вот, например, хоп, сейчас слощ заюзаю. И ничего опасного не произошло. Немножко зомби мы их. Там одного зомбия пробило, но... Это не считается. Он заменяемый. Давайте токсик Рейденс заюзаем. И подожгаем яд. Вот так вот. После этого поднимем их. Дарья Хангри. Надо все-таки кого-то съесть. Этот уровень исследован. Идем на следующий. Может, там кого-нибудь съедим, как думаете? Хопа. Первый пошел. Так, все проснулись. Больше яда. Горите. Отличная АОЕ. Чисто теоретически, тебе палка коррозии еще могла бы послужить для пробития скорпионов на последнем левеле пауканов. Я, кстати, собирался прикупить новую палку коррозии. Нет. Если там она не коррозия называется. Вот у нас есть на 7 зарядов, между прочим. Мы туда сходим сейчас, я думаю. Я, пожалуй, поднимусь. Не хочу встречаться с этой арбой. Так, съесть там кого-нибудь можно? Хороший вопрос. Похоже, нет. Похоже, придется есть рейшн. Ну ладно. Тоже нормально. Поднимаем наших зомби. Такие-то перчаточки лежат. Здесь можно разделать мясо на будущее. Если замаксить демон Тридент электричество, может ли он стать лучше, что его копья? Нет, танкман, не может стать лучше, потому что у него копья максимальный энчант плюс 18. А вот того там максимум плюс 9 будет. Ну да, он как бы демон Тридент с электрокьюшеном, но плюс 18 он не перебьет. Я тебя уверяю. Так, вот эту штуку мы не будем сейчас открывать. Давайте закроем дверь. Ну как закроем. Просто не будем трогать. Оставим на время. Так, slow. The mid-low. Вот вам. Так, не тем я стреляю. Как их менять вообще? У-у-у, dull-эдитер, даже такая штука тут есть. Нажал на минус просто. Чуваки, какой функционал в Dungeon Crawl'е, просто невероятно. Вроде бы есть какие-то ходки на смену того, что у нас заквиверено. То есть на те вещи, которые у нас сейчас выбраны для метания. Так, но мы тогда таким образом сделаем. Переключимся на ядовитые дротики. Здесь вот Ring of Magic, Protection from Magic уберем. KJ, I, H, G, E, D. И все вот это вот лишнее убираем. Ванду полиморф, наверное, тоже она нам нафиг сейчас не нужна будет, скорее всего. Хотя, дезинтеграцию, наверное, надо убрать. Потому что очень многие Magic и Moon ребята, они... Да, дезинтеграция нам нафиг не нужна. Я ее, пожалуй, даже выброшу. Потому что у нас наши атаки, и рейнжовые, и колозовые, работают лучше ванды дезинтеграции. А против тех, против кого нам нужно использовать что-то вместо этих атак, ванда дезинтеграции тоже не будет работать. Чем хороша, например, ванда из бласта, тем, что от нее и выжжена нету. Потому что она как бы АОЕ дамаг дает, и он, соответственно, не выйдется. Новый амулет у тебя в инвентаре. Да ладно. Да, у меня реально есть новый амулет. Давайте его определим. У нас еще неизвестные свитки есть. Что за свитки? Свитки Святого Слова. Окей. Амулет. Амулет of Faith. Амулет Вера. Нет, это мне не нужно. Я, пожалуй, его дропну. Амулет of Faith полная фигня для меня в данном моменте. Ну, в данном случае. Что я не так уж прям активно, агрессивно использую различные обилки. Моего божества. С одной стороны. Никола Тесла. Привет. У нас резистка электричества есть. Ты как тут вообще поживаешь? Ты, конечно, экстремли дейнджерс. У тебя лайтнинг болты, шоки, чейнлайтнинги и все дела, но... Я думаю, ты умрешь. Как будем его убивать, как думаете? Какие у вас идеи? Господа, высказывайте свои идеи по поводу Никола Теслы. Мне очень интересно, что вы предложите. Я думаю, нужно начать просто со стаба. С того, что мы его тупо этим копнем, ткнем в глаз немножечко. Я понимаю, что без одного глаза он будет нормально жить, но... Все же. Зажимаем тап, говорит, лет 7. Окей. Копьем по голове, пока тепленький. Хе-хе-хе-хе. А у него есть резистка яда вообще? Наверное, есть. А вообще нет. Вообще нет. А-а-а. Я знаю, о чем против тебя будем использовать. Все. Ой, страшон. В общем, помер Николай Тесла Очень быстро Да, конечно, он немножко Посопротивлялся Но это долго не продлилось Где же мы находимся? Мы находимся в другом углу карты То есть здесь в центре есть Волт Фактически Вот Но все лестницы, они похожи Вокруг этого Волта Так Поднимаем больше нежити На него слейф работало бы Но, наверное, нет Там все-таки какой-то Magic Resist есть И Enslavement, и многие другие вещи Они хреново работают Когда у кого-то есть Magic Resist Enslavement хорошо использовать На не особо таких Опасных монстрах рядом Чтобы они тебе начинали помогать Против опасного монстра Вот А не на самом опасном монстре Ты его используешь обычным Хотя, помните, у нас на Гидре Неплохо сработало Больше яда Отходим Думаю, еще больше яда Будет в самый раз Так Вот этого чувака бейте Мы поднимаем тем временем Новую нежить Так вот, энтропию вивера Убьем руками наших зомбиков Я надеюсь, по крайней мере, на это очень сильно Да, энтропия вивера помер Шел гонул по подземелью В виде Тесла стоит И убил Теслу на самом деле Но Корожен на нас все равно положили Он что, какой-то уешный Корожен, что ли, накладывает? Не совсем понятно Но неприятно Но все равно Так может и мана кончится Давайте все-таки бить в рукопаш на оставшихся Тут не особо много Да и у нас тут армия все больше и больше поднимается Давайте вот как раз армию поднимем Это лучшим Проверь Токсик через ход Игнайт Через ход То есть не на следующий ход, а через один Ага, а тут вон дверь открыта Вон оно что Ну, давайте отравим этого паукана Они же, как известно, к яду туда стоят Арахна Кто бы сомневался Арахна тоже extremely dangerous Она тоже может блинкаться У нее есть некий инсне Да, господи, изейшие уники И ты в обморок падаешь, говорит некрофагист Да как сказать, изейшие и неизейшие Быстрые, фаст Хм, да, слочим ее, слочим А нее резист к поезду есть? А нее нет резиста к поезду Чуваки у нее к поезду А резиста нету Че за инснея? Шутер стримов вебинг это крича Инснеаринг ве таргетинг спайда веб Понятно, умеет плеваться Всяким Отравляющие дротики берем Отравляющие дротики берем Приказываем нашим отковать вот эту Мадам Она и блинкнулась Отступаем Отступаем Бьем ее копьем Она чем-то пролечилась, заметьте Ну, мне показалось, но она точно вроде бы пролечилась Сейчас Но у нас пока хватает мяса Для того, чтобы ее бить Ну и все, сейчас добьем Да, добили Арахна померла Случай все Токсич, сколько разных вариантов А Токсик теперь можно уже После того, как, собственно, Арахну убили Вот теперь Вот теперь И Токсика, и Гнайт Пойзон И все дела И даже можно поднять мертвых, я думаю Тыщ Врываемся с армии мертвых Внутрь Волта На Спайдер Нест 4 На последнем уровне Проблема со всеми этими заклинаниями еще в том, что у меня маны довольно ограниченное количество Видите, у меня где-то половина осталась всего А нужно продолжать поднимать новых врагов Так, ладно, наконец-то выбрался я из этой паутины Давайте немножечко их Обработаем Поднимем новых Идем дальше Раз уж такие дела Раз так тут в связи То надо пользоваться моментом Когда у нас такая толпечь Так, пауки сами застревают Но они теперь просто зомби Они стали тупыми Они не умеют пользоваться паутиной Зомби у нас, к сожалению, довольно пробитые Но это не страшно Новых наделаем Ну и зомби Лучше старых двух Правильно? Правильно Слишком много сообщений Из-за того, что все застревают в паутине Просто один за другим Без нажатия пробела почти ни один ход не обходится А вот и скорпионы Давайте запойзнем их Или, кстати Стоп У них есть резистка яда? Да, у них резистка яда есть Не обязательно это сделать Ого! Какие дела у нас тут Надо бы травануть немножечко Бинтайм делаем, чтобы замедлить его И все В арцефалии пропиши шоу-мо фоллс, говорит некрофагист Хорошая тема надо будет сделать Живой щит против форму в дистракшн Ну, живой щит действительно очень хорошая тема Подняли мы этого скорпиона Давайте в другую сторону сходим Посмотрим, что здесь добьем Только потом руну уже будем брать Потому что руна-то сильно нам не нужна Как бы, ну вы сами понимаете Какая к черту руна, когда тут Такая экспириенса Толпа просто ходит Ага Иди сюда Все, вот так вот Пец Что делать с ними, а? Так, я убил ту бабочку Да, все правильно Стоп Ну ладно, пусть так Тоже вариант Спарк в аспе О, попал Ха-ха-ха Ихиллев интеллигенс ретонинг У нас, к сожалению, за счет одного из наших артефактов Надетых время от времени Барди Нет, не артефактов А за счет нашей мутации Вот Your body sometimes deteriorates upon taking damage То есть наше тело временами разлагается При получении урона Не очень хорошо, конечно Но с этим можно жить Вот мы получили руну Ура-а-а-а Руна И у нас теперь есть Целая одна руна Шарах Шолсы 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 мне чем не нравятся Тем, что там очень открытые места Постоянные Те со всех сторон обстреливают С другой стороны, в принципе, с шолсами жить можно У нас все еще и мар второй А, во Я хотел ванду купить Да? Помните? Давайте ванду купим Сбегаем сейчас быстренько за ней А, континью нас спрашивает Типа продолжать через другой уровень Да Давайте купим ванду Что еще нужно прикупить? Скорее всего, наверное, тут я ничего не буду покупать К эльфам иди, говорит, некрофагист Нашел С овации без рефлекта опасно Ну, тут как бы получается такой выбор Но еще в волтах можно там начальные уровни побегать Тот же вариант Рефлект найти Ну, это не гарантированно Возможно, придется без рефлекта как-то проходить Что еще мы в наш лист пихали? Да, особо ничего тут нету Ладно, давайте к эльфам заглянем Эльфы веселые, классные Они мне нравятся Там, если что, гребем парочку копьев В лицо Для Худепс Крайстал Спир Там один, другой Третий заход Все классно будет вообще Какие могут быть проблемы? Тем более мы сейчас в орках находимся А эльфы, они здесь рядом И... Булторг, Шелленс, Холлс Жух, дженерейтинг, билдинг Всем страдать А теперь Игнайт Пойзон Вот так вот, господа В эльфах реально эта штука Очень хорошо работает Так, это не те дарты Которые я хотел использовать Вот Зачистили Ну, окей, ешки Эльф Найт Неба А, еще один появился Ишь ты Иди сюда Теперь можно вот так сделать Теперь можно сделать Вот так Повышаем на новом уровне, что Инту Вилклэв И Маг умирает Видимо, передоз яда Бывает такое В Абисе сейчас все классно будет Гритлиц Да Абис Классная штука А че? Хотите сказать нет? Там частота генерации монстров С Чибриадосом Снижается Так что Вообще Халява Если ты отравил кого-то И в него Игнает Пойзон Кидаешь У него горит Конечно горит Потому что это Игнает Пойзон Любой Пойзон Пройди уже Лэйр Что значит Пройди Лэйр Вшелся Что ли Предлагаешь Мне сходить В правах Реклама Говорит Некрофагист Когда будешь Заканчивать Предглашаю Посмотреть Как я буду Трайть Зиг Плюс Пять Ух Это круто Люблю Такие Штуки Зигура Это вообще Замечательное Наконец Эльфятинки Можно покушать Немножечко Так Кто это у нас тут Иди сюда О Эльфаннигилятор Так А как ты Вообще У нас С ядом Дружишь Нет Не очень Дружит Так Так Я от тебя Подальше Пойду Ты пока Отравленным Будешь Видите У нас Уже Кидаются Всякими Копьями Сильнее Отравим Их Что-то Как-то Нас Очень Недружелюбно Встречают Я вам Скажу Я Пожалуй Пойду Отсюда Вообще Что-то Зайдите Рядом Со мной Афиг знает Вот этого чувака бы добить Вообще Не помешало А Он и умер От яда Отлично Стоим Ждем Пусть к нам Сами подходят Гораздо Более Стратежно И тактично Тут пишут Что ты Токсик Есть такое Не отрицаю Стараюсь Над собой Работать Стараюсь Быть лучше Но ничего Не получается Все равно Какая-то Токсичность От меня Исходит Во все Стороны Шелс Игрит Хордес Предлагаю Пройти Но Ты уже Ушастах Меня как-то Встречают Знаешь Очень Недружелюбно Я подумываю Может быть Шелс Это лучше Эльф Так и норовит Насадить Дайса На копье Норовит Вот они Эти Эльфы Эльфирасты Какая Весь В крови Уже Почти Обезумел Ага Так Ну что Поднимаем Поднимаем Всех Поднимаем Надо бы Конечно Немножечко Восстановиться Знаете Не помешало бы О Книжечка Так Че он там Куда ты Блинканул Зараза Иди сюда Ты сказал Иди сюда Ай-яй-яй А че это Мы помираем Ой А че это Мы померли Так Книга В которой Есть Шок Магический Кинжал Болт Магмы И Шаровая Молния Прикольно Но не более Попробуем Определить Кольцом А у нас Есть кольцо Резисто От Магии Можем вместо Ring of Protection Например Надеть Вполне При желании Ну когда Нибудь А он Не сейчас Ring of Flight Ну его Нафиг Этот Ring of Flight Не то Чтобы он Совсем Нам Нафиг Не нужен Болбон Но Я думаю Мы проживем Без него Вполне Себе Так Ловушки Какие-то Кругом Видите Коридоры Которые Сходятся В одном Месте Тебе Тебе Нужно Чай Говорит Дидример Да Тем Ты хорош Взялся Перерыв На чай Как вы На это Смотрите Да С Говорит Левадок А ты Не желаешь Пока Местить Прохождение Некрофагиста Покам Покаментить Ну Каментить Дело Такое Сложно Я особо Не покатался Никогда Не пробовал Так что Попытаться Возможно Имеет Смысл Но С другой Сторон Я сейчас Сам Вот Играю И Отвлекаться Не хочу В данный Момент Было бы Интересно Если бы Ты Открыл Его Онлайн И Покомментировал Да Я-то Не против На самом Деле В принципе Звучит Вполне Годно Но Есть Сомнения Во-первых Что Это Действительно Надолго Будет Интересно Когда Сам Проходишь Все равно Как-то Проще Немножечко Переживать И Рассуждать О своем Персонаже Можно Высказать Мысли Свои О чем Ты думаешь Как ты Собираешься Собственно Это все Проходить А тут Конечно Можно Говорить О том Что Вот тут Бо Стоило Некрофагисту Сделать То-то То-то Ну Не знаю Ладно Может Как-то Стоит Попробовать Учитывая Что Я Плюс Четыре Зик Еле-еле Прошел Не думаю Что это Затянется Надолго Говорит Некрофагист Ну Это Нужно Отдельно Сделать То-есть Вот Как я Закончу Может быть Я думаю Можно Полчасика И покометить Почему бы И нет Но сначала Нужно Своё Прохождение Тогда Закончить Давайте Эльфу Пройдем Вот Хотя бы Стрим В принципе Уже Идет Достаточно Долго Два Часа Сорок Минут У меня Показывает Счетчик Так Тут Вроде У нас Самая Опасная Часть Этого Уровня Почти Закончились Ну Я надеюсь На это По крайней Мере Всем Яду Вот так Прекрасно Что у нас там поднялось Что у нас А Это боевые навыки У нас Поднялись До 12 уровня Заметьте Причем 12 уровень Это тот самый Уровень При котором Наше Копье Получает Миндилей Давайте Посмотрим На это Копье Которое У нас В руках И Здесь Написано Что Где у нас там Курсор Вот Да Ой Не да Совсем Ни разу Не да Что вот Нам нужно Достигнуть 12 уровня Скилла И наш Уровень Скилла Как раз Достиг 12 Прекрасно Просто Сон Тая прелесть Комментирование Горит Левадок Что ты Ничем Не рискуешь Но при этом Сам Остаешься Окруженным Атмосферой Игры Переживаешь За персонажа Твоего Товарища По цеху Вытаскивания Орба По цеху Сливания В Зигурасе Так себе О Игнишин Игнишин Да Игнишин Это очень хорошо Игнишин Я вообще С удовольствием Повзял Отличное Заклинание Вот эта книга Гримуар Думат Арсаниста Нормально Д Суммон А в целом Ну хорошо Что мы магазин Нашли Что я могу сказать Гримуар